Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Мне очень тяжело, недавно с сыном победили тяжелую болезнь, как снова ужас, мама прошла комплексное лечение и поставили тяжелый диагноз. Я не знаю как ее поддержать, не знаю как себя вести, просто плачу, у меня нет сил, в то же время понимаю, что не могу при ней себя распускать. У меня есть сестра, она беременна, скажем ей в ближайшее время, в голове страшные картины, тяжелые мысли, не дают покоя, как мне быть, как поддержать маму. Смотрите, ну в первую очередь то, что вам тяжело, это конечно абсолютно нормально и я думаю, я думаю, что естественно вполне испытывать такие чувства, как испытываете вы, ну вот в этой ситуации. И я вам сочувствую. Вот. Тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, то, что врач говорит, что будет лечение, будет операция, это хороший знак. Это первое, да, то есть тут надо смотреть прогнозы и так далее. Необходимо вам найти хорошего, вот, канцеропсихолога, вот, или онкопсихолога, онкопсихолога, извините. Онкопсихолога хорошего, который работает как раз с теми, кто болеет онкологией и, вот, тех, кто, ну, родственник, вот. Есть. Кружки есть, круг помощи, вот, соответственно, терапия. Дальше, вам необходимо действительно проживать ту тяжесть, которую вы испытываете. Так вот, необходимо это проживать вам, потому что без этого вы действительно не будете иметь возможности поддержать, свою маму, вот, поэтому, крайне необходимо, чтобы вы нашли для себя возможность выразить вот эту вот, ну, вот эту тяжесть, которая у вас есть, вот, вот, и выразить, выразить ее, прожить ее, проживать ее, вот, потому что, потому что одной, действительно, очень, очень тяжело справляться, с этой ситуацией, вот, с которой вы оказались, да и, на мой взгляд, и не нужно, как мне кажется, и не нужно справляться вам одной, вот, с этой ситуацией, потому что, на мой взгляд, вы можете не быть одной, вот, а что касается того, как придет маму, то, естественно, у вас будет больше возможностей, для того, чтобы ее поддержать, именно после того, как вы проживете, ну, свои собственные состояния, вот, вам будет значительно проще поддерживать свою маму, вот, но для этого вам необходимо быть в ресурсах, если вы не будете, да, если вы не будете заботиться, да, и о себе, вот, то и маму поддержать вы не сможете. Дальше, вот, что меня привлекло, что меня привлекло в вашем сообщении, это то, что вы говорите, что сестре, скажем, позже, перед мамой раскисать, говорите вы, я не могу, да, вот, мне кажется, что лучшего способа отдалиться от человека, когда так необходима близость, так необходимое взаимопонимание, это, вот, позволит себе не раскисать, потому что ваша мама прекрасно понимает то, как вам тяжело, вот, и она не будет удивлена, если вы дадите волю чувствам, впрочем, это очень по-человечески, вот. Слезы, на мой взгляд, имеют серьезный терапевтический эффект, вот, и позволяют освобождаться от боли, от груза, который, ну, вот, приходится выдерживать человеку, вот, то есть это, на мой взгляд, был бы вам только на пользу, вот. И имейте, пожалуйста, в виду, что не желая показывать маме своих чувств, да, вы, в общем-то, только отдаляетесь от нее, вы отдаляетесь от нее, и ничем хорошим эта ситуация не закончится, вот. Поэтому, отороннее, пожалуйста, относитесь к этому, вот. Если вы готовы прямо сейчас заняться терапией, да, и если вы прямо сейчас готовы начать работу над собой, вот, то, да, вы можете, ну, в ближайшей какой-то перспективе, ну, не говорить о маме, да, как вам может быть плохо. Конечно, вот, но если в ближайшее время, скажем так, терапию начинать вы не планируете, да, вот, то, то, конечно, лучше все-таки с нами делиться, потому что ей будет тоже легче от того, что, ну, как бы вот слез, слезы, да, вот это, эта эмоциональность, она облегчает какую-то болезненность и безысходность чаще от того, что с вами, ну, произошло. Я думаю, что важным моментом на самом деле является центрация на каких-то интересах, увлечениях, на каком-то время, ну, времяпровождении, а вот, по моему мнению, вот, как-то, как-то, ну, говоря о болезни, да, как-то, вот, обращая на нее, на нее все время внимание, вот, ну, просто придаем ей силу, придаем ей сил, сил, и, в общем-то, забываем, как-то, как-то жить, вот, мы забываем, как можно жить, вот, и просто, ну, кажется, просто, что вся жизнь состоит из болезни, вот, но при этом это ведь совсем не так, вот, это совсем не так, и, вот, важно показывать человеку, вот, ну, в какой-то степени, значит, ради чего он живет, вот, важно показывать человеку, вот, что жизнь, жизнь прекрасна, вот, чтобы, чтобы, как раз, появлялся ресурс, вот, поэтому, знаете, если вы запрещаете страдать себе, да, вот, ну, ну, то есть вы, вот, вы буквально запрещаете себе страдать, получается, в этом смысле, так вот, если вы запрещаете себе страдать, то вы запрещаете страдать и, ну, и другому человеку тоже, то есть своей маме, если вы запрещаете, если вы запрещаете себе проживать какие-то моменты, вот, то, скорее всего, вы и маме тоже запрещаете это делать, так вот, ну, под спутник, да, вот, и, вот, очень важно этого избежать, очень важно, вот, как раз, чтобы этого не было, чтобы не было, так вот, как раз, 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 как раз не заботитесь о себе, что вы не сможете позаботиться о своих близких. Заботиться о себе довольно трудно, не всегда есть опыт такой, но этому можно опять же научиться, а только через заботу о себе можно хорошо позаботиться о близких. Вашей маме действительно сейчас нужна поддержка, но и вам она тоже нужна, вот вам тоже нужна поддержка и соответственно, если не уделять внимание себе, если не уделять внимание своим потребностям, которые у вас есть, то я боюсь, что и вам будет не очень хорошо, и вашей маме тоже будет не очень хорошо. Я уверен, что этого вы не хотели бы. На мой взгляд, у вас есть надежда, у вас есть хороший прогноз, как мне показалось, и соответственно, принимая во внимание то, что вы прошли до этого, вот прошли вы болезнь своего сына, как вы и сказали, вот. Зачем очевидно, что маме вам захочется помогать, значит, ну, несколько меньше, вот. И на мой взгляд, это нормально, вот. Очень важно, чтобы вы себя не управляли, вот. Вашей маме будет лучше, вот. Вашей маме, если вы будете, ну, то, что вы будете для меня делать, да, вот. Будет, значит, естественно, вот. То есть, не через силу, не из-под палки, естественно, если это будет. Вот. Поэтому я думаю, вот, что в таком ключе, вот, я бы хотел вам ответить, вот, сейчас. Вот. Пристарайтесь найти для себя специалиста, который поможет вам позаботиться о себе, вот. Ага, значит, и верно себя часть ваших проблем. То есть, ну, если вы, вот, не можете раз пускать себя, как, ну, вот, как вы говорите, да, перед мамой, вот, то пусть вы это делать можете со специалистами, тогда. Вот. То есть, это очень важно сделать, и, вот, не, не откладывайте, да, на потом, вот, а именно, вот, значит, вот, в самое ближайшее время, вот, постарайтесь это сделать, вот. Тогда, вот, будет хорошо вам, и будет максимально, хорошо и комфортно машинам, вот, ну, в этой ситуации. Ну, на сколько, на сколько это возьмёт, вот, прямо сейчас, прямо сейчас, да? Вот. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. И, вот, буду благодарен за обратную связь, что моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Вот. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok